День Учителя Привет! Хорошо, что ты учитель, и я тебе дарю такой подарок от шоу Воли. Что это такое? Это то, о чем мечтает каждый учитель. Это шторы. Держи. Это тебе. Спасибо большое. Илюш, спасибо. Я давным-давно с педагогикой никак не связан, но слава богу, что я работаю до сих пор с детьми. Да. Спасибо, Илюш. Мы скинулись всем классом. Добрый вечер! Здравствуйте! Сегодня 8 октября, воскресенье. Это шоу Воли. Сегодня вы увидите ваши любимые совости от Ильи Соболева. В рубрике «Голый микрофон» Карина Мурашкина расскажет о фестивале «Жара». А в гостях у меня Иван Абрамов и Дарья Блохина. 29 сентября у Анны Асти вышел новый альбом «Царица». И у меня в гостях королева чартов и караоке Анна Асти. Здравствуйте! 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 Аня, привет! Привет, привет! На, привет! Проходи, Павел! Привет! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Больше как же я давно вас не видела! Я увидел, что ты на каблуках без тормозов, подумал, надо бежать встречать. Присаживайся. Спасибо! Мы подготовились, поставили знак, который стоит на дороге к твоему сердечку, перечеркнутый бывшей. Послушай, я готовился. Я прослушал почти все твои песни. Вот, короче, что для меня твое творчество? Ты в двух словах. Я от тебя ушла, потому что ты ничтожество, козел вонючий. Смотри, я еду на дорогой машине, я красивая. Чтоб ты знал, кого ты потерял, пока ты лежишь в своих слезах там валяешься. А я кайфую, у меня золотые серьги, а ты ублюдина, ублюдина. Ну что, девчонки, а вы со мной? Да, мы тоже рады, что вы всех бросили. А я, смотри, вся такая из спортзала офигенная. Ты пьяный, пьяница. Ань, мы позвали всех твоих фанаток. Они все в зале, они все с кем-то расстались. Они сильные, независимые. Вы здесь покричите. Все твои, все тут. Я такая смелая заходила, сейчас немножечко подплавилась. Ты уникальный артист, у тебя есть своя аудитория. Девочки, докажите, что это есть. Итак, поехали. По барам. По тротуарам. Я на булгаре. Что же ты парень? Наконец пою не я. Я вспоминаю шагов, как ты гуляешь. По тротуарам, блоки мы старые. Стоп, стоп, парни, продолжайте. И в голову сейчас что происходит? Красавчик. А, все. Его просто тоже парень бросил, поэтому он... Тоже там сидит брошенка. Он тоже знает все эти песенки. Ну ладно, не гасите. На мои концерты ходит очень много мужчин, и они супер классно отрываются. И, возможно, находят себе там новых девушек. Скорее всего, понятно. Там такое поле непаханное. Это же хорошо. Мой концерт это такой тиндер офлайн, значит. Ты заходишь, берешь любую, ты рассталась. Да, вот недавно, да, да, да. Под мышку просто. Ты здесь одна... Нет, вот мои сорок, вдруг, вдруг... Так это же поле чудес просто, одни призы. Почти все песни про расставание. Ты одинокая, независимая, такая вся офигенная, а он там утирает сопли. Насколько героиня твоих песен похожа на тебя вообще в жизни? Слушай, ну в моей жизни было много чего, и такое тоже бывало. Знаешь, чего хочется в своих песнях? Хочется показать людям, что когда тебе сложно, и когда тебе приходится расстаться с человеком, который тебя не любит, не нужно падать, плакать, умирать. Нужно справляться с этим. А я женщина, которая выжила после апокалипсиса, которая справилась со всеми своими проблемами. И я рассказываю с помощью своего замечательного любимого автора Димы Лорена, который пишет эти песни после наших задушевных разговоров. А как твой муж относится вот к тому, что тебя все время бросает парень какой-то в песне? Нормально, конечно, он понимает, что это творчество в первую очередь. Он понимает, что это творчество и закрытая ипотека. Слушай, получается, что ты такой психотерапевт, да, для девчонок? Ну, то есть они пробивают твои песни, проживают эту историю с раза в раз. То есть ты экономишь тысячи, тысячи, тысячи. Они так кричат вообще, я заднюю шестерку увидел. Вы вообще, девчонки? Да. Круто. Это просто любовь. Мы понимаем друг друга. Послушайте, а можно я по-честному спрошу? У вас прям лечат песни? Да. А, ты не встречалась. Ты просто представляешь, что. Я думаю, что ты встретишься и через день его бросишь гадину специально. Специально, чтобы почувствовать. Чтобы подавдевает. Да. Я так и хотела. Да? Прикинь, что ты делаешь. Ты соединяешь. Прикинь, как меня ненавидят мужики. Ты соединяешь людей, чтобы они бросили мужика. 29 сентября у тебя вышел второй сольный альбом. Мы тебя поздравляем. Спасибо. А какая песня любимая в альбоме, вот в новом? «Космический дурак» и «Пообещай». Не могу определиться. «Космический дурак» и? Это про лозу. Это целиком. «Космический дурак» и «Пообещай». Да. Это про подарки на 8 марта. «Космический дурак» пообещай. Пообещай мне. Но зато запоминается хорошо. Вот «Космический дурак» и «Пообещай». Это три песни, которые мои самые любимые. А можешь спеть отрывок дурака? Никогда не думала, что я скажу. Отрывок дурака. Можно, пожалуйста? Снова в груди дыра. Следующий год будут лопаться караоке. Вот под это будут сотни килограммов литров женских слез пролитые. И будет вот... Возможно, они будут высушены. Ну, ребят, слезы эти. Какая-то статистика. Какую твою песню в караоке больше всего... Ну, сейчас, естественно, была по барам. По барам разрывает, да? Потом «Царицу» больше всего. А ты видела хоть раз, как женщины поют твою песню в караоке? Нет. Ни разу не видела? О, мы тебя пригласим на это страшное зрелище. Как правило... Сейчас, я сейчас... Давай, пока... Как правило, это происходит... Они, как правило, босиком. Да-да-да. У них все вот так вот расстегнут. Ну, не... Люсь! Два, пять, четыре! Да-да, так и... Да? Я там с помощью... С помощью этих... Илюш, ты себе телефон разбил? Да нет, да нет. Ну, ничего страшного. Если бы ты была эта женщина, тебе новый дурак подарит новый. При разводе полтелефона мне. Давай про... Давай. Дайте, я обусь. Ну, вы говорите там. А можно мне потом эти отдельно кадры скинуть, как Илюшенька обувается там у себя в будочке? Отсюда вебкам у меня здесь идет. Сейчас короткая реклама. Если вы думаете, что после нее Анны Асти здесь не будет... Будет! Оставайтесь с нами. Так, послушай, предлагаю проверить, насколько хорошо ты разбираешься в том, как думают твои фанатки. Итак, мы в нашем телеграм-канале. А у нас есть телеграм-канал. А ну-ка, подпишись. Да. Так. Мы спросили, что девушки делают после расставания сразу. И тебе надо угадать топ-5 самых популярных вещей. Итак, покажите. Девочке в зале можно помогать, но сначала давайте Аня пускай пофантазирует. Итак, как тебе кажется, что... То есть вариантов не будет? Нет. Я так и знала, что будет какая-то подстава. Ну, знаете, есть... Ну да, по стереотипчику. Такая история, что стригут карешку. Стригут карешку? Ну, каре. Типа, ты что, с парнем рассталась? Меня отстрижку, да, типа? Ну, именно каре. Именно каре бахнуть. Блин. Вы не представляете, это есть. Покажите, пожалуйста. Да ладно. Так, дальше. Давайте караоке выберем. Идут в караоке с подружками? Идут в караоке с подружками. Ну, типа мстят. Нет? Подскажите, есть или нет? Нет. Нет такого варианта. Но среди пяти нет. Я уверен, среди десяти есть по-любому. Но вот среди... Когда слушают Анну Асти? Слушают Анну Асти. Нет? Давайте посмотрим, есть такой вариант или нет. На первом месте. Да, ладно. Да. Это реальная информация. Мы ничего не подделывали. Вы можете проверить в нашем телеграм-канале. Можно уже подключаться, девчонки. Самое главное, это, которая ни с кем не встречалась ярче всех. У нее богатая фантазия. Подруга, мы. Так, есть еще варианты. Звоним подругам. Нет, среди пятерки. Фотки удаляют из телефона. Нет? Покажите. А, удаляют фотки. Удаляют фотки. Еще два осталось. Я не понимаю ничего. Показывают, кого потеряли? А как показывают, кого потеряли? Типа, делают селфи, какие-то сексуальные фотографии? Вы не представляете? Мы решили сделать в офисе шоу Воли опрос. Подошли к первой, самой скромной девочке, которая у нас. Мы говорим, что, что вы делаете сразу, когда расстались? Она такая посмотрела на меня. Как что, нарезаемся, как шлюхи? Послушайте, давайте еще один угадаем, а один я покажу. Вы правильно сказали про караоке, вы правильно сказали. Да, но в каком состоянии все это происходит? Напиваются. Ну, как по барам в пьяном угаре. Конечно, покажите, пожалуйста. Да, естественно, напиваются с подругами. И пятое, вы правильно сказали уже. Давайте вместе попробуем разгадать. Разве не интересует, как живет он? Что делают? Следят с аккаунта ноготочки Краснодар по-любому, да? О, да, абсолютно верно. Покажите. Да, да, да. Следят за бывшим с фейкового аккаунтом. Слушай, ну ты шикарно знаешь свою аудиторию. Браво, браво, это супер. Не без ее же помощи. Спасибо за помощь. Недавно твоя команда открыла свой музыкальный лейбл. Феникс Мьютик. Была грандиозная тусовка в Москве. Какие артисты на твоем лейбле? Ну, с нами точно Лолита. Лолита? Да, Элджей. Мы договорились, что он выпускает нас. Лолита Элджей? Хрена себе составчик. С нами я. Помотала вас. Подожди, Лолита, Элджей, ты? У нас есть еще замечательная артистка Чина, с которой я гастролировала, и вот она только к нам присоединилась в качестве артиста тоже нашего лейбла. У меня вся одежда от нее. Скажи, спасибо ей огромное за майки, за куртки. Мэйден Чина, которая, да? А, это другая? Да, это она, это она, та самая. Ты мега популярная певица. Да что уж там, ладно, ты номер один. Номер один. Ты суперзвездная. Никого других нет. Ну, Борис. Все остальные твоя тусклая тень. Не надо так. Скажи честно, титул не давит, корона не навалилась сверху, а? Как ты чувствуешь ты на себе эту народную любовь и ответственность? Скажу другими словами, не подохренела ли ты, Аня? Да. Когда дело... Я уверена, что ты хотела сказать другое слово. Вот сколько не происходит всяких для меня открытий в плане карьеры, это очень круто. Я не могу это осознать. Вот ты сейчас говоришь, что ты номер один, а я такая... Ммм... Да. Это круто. Я вижу себя во главе чартов. Я знаю, что это не только моя работа. То есть то, что вы видите, это по сути, ну, там, картинка, голос, человек. За артистом Аннасти, который сидит перед вами, стоит огромное количество людей. Таких талантливых, таких крутых, таких, которые сами помогают мне где-то не вешать нос. Вот не чувствуя ни короны на голове, не чувствуя, что лучше других, как-то пока не ощущается. Я не знаю, когда этот момент возможно... Да ну какая хорошая, давайте обниматься, ё-моё! Команда у неё! Не, ну на самом деле... Но они правда суперкрутые. Ты помимо того, что певица, ты ещё снялась в кино, ты актриса. ТНТ готовит новый фильм. Иван Васильевич меняет всё, новогодний фильм. Ну расскажи, давай, расскажи, кого ты там играешь. А уже можно разве, да, всё рассказывать? Давай, можно, конечно. Я так в секрете всё держала, меня даже близкие не все знали. Не держи, давай, всё, рассказывай. Я ТНТ. Выкладывай. В общем, я снялась в роли Барби, и у нас такой очень большой, классный получился клип, прям почти кино, где много-много красивых девчат, которые все в розы, вот такие прям секси-куклы. В общем, будет бомба, смотрите. Ребята, в новогоднюю ночь! В новогоднюю ночь! В новогоднюю ночь Иван Васильевич меняет всё, Анна Ася. Ты открыла вам свою роль. Ещё ты открыла в Питере бар. Да, и ещё в Новосибирске уже состоялось. В чём концепт? Это называется сплетний бар. Что, там пьют все, кто разведёнки? Расстались? Ну, там вообще, в принципе, в барах что делают? Пьют все. Это первое. Там играют мои песни, там классные названия коктейлей, которые мы разрабатывали вместе с командой ребят, которые называются, например, Феникс, Сори. В общем, там вкусно, там классно, и потом можно пойти ещё в караоке попеть. Собственно, что любят делать мои фанаты? Петь? Да. Скажи, раз ты открыла бар, который называется сплетни, не просто же так, значит, ты как бы разбираешься в этом. Можно мы поиграем в одну игру? Мы сейчас с помощью тебя... Господин Соболев, когда вы мне предлагаете что-то подобное, я начинаю нервничать. Что-то гадкое. Поиграем в одну игру, я такая, блин. Мы сейчас попробуем с помощью тебя в шоу-бизнес запустить несколько сплетней. Ну, давай. Если не сложно, отпустили телефон. Илюша, давай, что ты задумал? Нужен твой телефон? Нет, телефона нету. А что нужно... Нет, ты сначала скажи, что нужно делать, потом я тебе скажу, хочу ли это делать. Хорошо. Мы хотим позвонить какой-нибудь твоей подружке и запустить сплетню, я тебе скажу, что. Но надо будет так, знаешь, сказать, чтобы она поверила. Ну, ладно, давайте. Можно мне принести телефон? Олеженко или кто-нибудь, можно? Телефон, дайте, пожалуйста, дайте телефон. Да кому же позвонить? Ага. Ладно, давайте и Дончику позвоним. 286212. Галич, можно? А, иди, Галич, Галич. Галич, 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 да. Свет такая, значит, что ты сейчас на съемках шоу Воли... Ну, сейчас начнется съемка, но еще не началась. Я шла мимо Воли, и он обсуждает, типа, меня... Мимо моей гримерки? Мимо твоей гримерки, да, мимо Паши. Ты, типа, шла и услышала, что Паша сказал, что, типа, ты не очень певица, но тебя взяли только потому, что, типа, не пришла другая. И скажи, это стрёмно, я не хочу сниматься, типа, это вообще какой-то зашкварт. Типа, посоветуй, что делай, да? И вообще Воля, короче, обсуждает всех звезд за спиной. И говорит, что, там, ну, многие про Ивлеева сказали, что она худая стала, как мочалка. И ты тоже похудела, и, короче, просто... Я так не разговариваю. Ну, типа, это я тебе, ну, как будто бы. И, типа, что Воля всем вообще обмыл косточки, короче, так стрёмно, типа, и... Да я заряжу, я не смогу. Нет. Хочешь, ты позвони? Я хочу. Самый главный вопрос к вам. Тишина полная, чтобы не произошло. Да она спалит что-то, что-то не так. Я подержу микрофон так, чтобы мы были, чтобы мы слышали на громкой. А как, да. У меня ладошки вспотели просто. Кошмар. Надо приложить ещё. Дайте нам ещё один микрофон. На громкую. Ты сюда говоришь? Алло. Алло, алло, и Дончик, привет. Это Ась. Здорово. Зай, короче, у меня есть такой вопрос. А ты к Воле ходила или не ходила, нет? К Воле? Паша, Воля, знаешь, у него шоу есть. А, нет, ещё не ходила. Не, не ходила. Я просто сейчас приехала к нему, шла мимо его гримёрки, и он, оказывается, меня обсуждал. Я не знаю, что делать. Что он делал? Он меня обсуждал. Он не мог. Короче, он сказал, что я не умею петь. И мне так обидно. Мне и смешно, и обидно, и мне истерика. Может, это брикол какой-то? А мне сниматься, типа, через 30 минут. И он такой, типа, не позвали. То есть её позвали только потому, что не пришла какая-то другая артистка. И я, типа, думаю, что делать, потому что я сниматься вообще не хочу. Жесть. Подожди, но мне кажется, Паша вообще не из тех, кто, типа, баловолит. Жеста. Но, может, он про другую женщину какую-то говорил? Нет, он сказал Асте. Мы вот видели с днём рождения, и он, конечно, он мне не отвечает на смс-ке. Собак сатулая. Но я не думаю, что он какой-то плохой. Зая, если я хочу слиться, ну, типа, может, мне слиться шоу? Я как мне это делать? Слиться? Ну, да. Слушай, ну, ты можешь сделать всё, что ты хочешь, если ты правда там что-то слышала, и там какой-то, и он же там прям говорил нехорошая, и ты уверена в его словах, ты вообще, боже, смотри, как тебе кажется, как ты хочешь. Короче, они мне просто платят 50 тысяч. А что ты ржула? Они больше нет, они только начали. Они больше нет. Они больше нет. Они только начали. Я не могу идти, потому что это пранк, простите. Так, Галич, ты, конечно, спасибо тебе за оценку меня, но собака сутулая! Но собака сутулая! Это всё соболевый, Дончик, это всё он тут шептал мне на ухо. Я сейчас плакать буду уже от истерики. Зай, ну ты у меня лучшая, правда, я тебя обожаю. Ты самая крутая, я на самом деле не сразу поняла, кому звонить, но знала, что если звонить, то только тебе, потому что ты очень такой мой близкий друг из шоу-бизнеса, чё ты не единственный? Я тебя люблю, малышка. А Пашей скажи, чтобы он ответил мне на смс. Он тебя слышит, ты можешь сама сказать. Всё отвечу, Пошка мокрая, всё отвечу. Да-да-да. Всё, у меня сейчас росло. Конечно, она здесь у нас на шоу. И, Дончик, я тебе на всё отвечу обязательно. И да, я не смогу тебе ответить, прости, пожалуйста. Но ты мне, но ты и не нужен пока. Я тебя люблю. И да, все шлются, привет. Это было фантастически. Анна Асси! Всё, пойдём распишемся на статуи. Это было великолепно. Ура! Мне плохо, боже, боже, боже. У меня юбка прилипла к ногам. Мы не прощаемся с Аней, потому что в финале нашей программы вы увидите эксклюзивную версию хита по парам. Вы такого ещё не слышали. Спасибо. Не прощаемся. Продолжаем. Не смог добежать марафон? Не досмотрел концовку фильма? Не увидел салют? Не услышал, кто у тебя мальчик или девочка? Не дай боли в животе отвлечь себя от лучших моментов в жизни. Специально для таких случаев есть тримедат. Потому что ничего не должно мешать твоим ярким эмоциям. Тримедат может устранить причину боли и дискомфорта в животе, действуя прицельно. Тримедат. Чувствуй жизнь, а не боль в животе. А прямо сейчас новости от Ильи Соболева. Илюша, давай! Особости. Да, это Особости. Всем привет. Это «Если новости – это варенье, то я ложка, которая снимает с них плесень, и вот они уже снова с нами свежие». Угощайтесь. А давайте начнём. Блогер Даня Милохин заявил, что хочет драться в UFC. Ху-ху-ху-ху. О, да. Ну что ж, царствие ему небесное. Даня заявил, что хочет драться с братом Хабиба Нурмагомедова. А сразу хотел бы предупредить Даню, Хабибка – это не брат Хабиба. Хабибка поёт, а брат Хабиба – боец. Хотя после песен Хабибки голова тоже изрядно болит. А вообще, у Дани, кстати, очень хорошая реакция. Все же понят, с какой скоростью он ушёл от Мизулиной. Вообще, если случится бой, то это будет самое короткое видео с Даней Милохиным. Дальше. В Союзе мукомолов предупредили о дефиците ржаного хлеба в России. Муап-муап-муап-муап-муап. Новость, кстати, познавательная. Теперь все вы знаете, что у нас есть Союз мукомолов. Дело в том, что ржаной муки производится в 10 раз меньше, чем пшеничной. В этом проблема. А почему? Потому что сейчас ржать надо поменьше. А для тех, кто волнуется, что к Новому году не будет ржаного хлеба и ни на что будет класть шпроты, не переживайте. Даст Бог, у нас ещё и шпроты с прилавков исчезнут, и проблема решится сама собой. Дальше. Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова отчитала жительницу Нягони из-за вопроса о бездомных собаках. Это было жёсткое видео, она громко на неё накричала. Вот её цитата. «Я что? Тут буду дворцы строить для бездомных животных и потом содержать всё это. Это я её бросила, это вы её бросили. Вот теперь подбирайте и пристраивайте сами». Цитата. Полностью с вами согласен. Я даже подготовил для Натальи ответы на будущие вопросы от жителей. Ответ такой. Это что, из-за меня проблемы с пожарами в регионе? Это из-за огня проблемы? Вернитесь в прошлое, заберите у правитая огонь, спрячьте его в надежде, что он его не найдёт и пожаров не будет. Так, дальше. Последнее яркое событие на этой неделе. Танец Бритни Спирс в откровенном наряде и с офигенными ножами. Вы это видели? Да. Это видели практически все. Как будто бы она готовит сюрприз невесты на «Давай поженишься». Но нет. Вообще, обычно такие видео снимают камеры домофона. Но здесь сама Бритни Спирс. Мы, кстати, попросили наших айтишников из команды Шоу Воли взломать iCloud Бритни и нашли ещё много других видео. Итак, эксклюзив на Шоу Воли. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, также в облаке Бритни было найдено совместное видео её и её отца. Давайте посмотрим. Друзья, желаю, чтобы после новостей никто из вас не танцевал в трусах с ножами, ну или хотя бы не снимал это на камеру. Спасибо большое. Всем удачи. Спасибо и нужно. Что нужно, чтобы быть спокойным за свои сбережения? Купить огромный сейф и следить за ним не моргая? Закопать деньги в укромном месте на необитаемом острове? Спрятать деньги под матрасом и никогда с него не вставать? А можешь не заниматься ерундой и попробовать положить деньги на накопительный счёт Газпромбанка с процентной ставкой до 13,5% годовых для новых клиентов. Газпромбанк. Лучшее создаётся вместе. Вчера состоялась премьера шоу «Ярче звёзд». А сегодня у нас в гостях жюри этого шоу Иван Абрамов, Дарья Блохина. Встречайте! Дарья Блохина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо уже идти, Иван. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я с тобой опять как школьники. Дарья Блохина. Привет, Паша. Уноси его отсюда, умоляю. Унайди меня с собой. Опа. Вы шикарно выглядите, мушкетёр, миледи. Добрый вечер. Так, сразу к главному событию. Не проткни диван, аккуратно. Да я в каждый раз этой невидимой шпагой. Послушайте, главным событием вы стали жюри шоу «Ярче звёзд». Ведущий Мартиросян. В жюри также Марина Краец и Лёша Чумаков. О чём шоу? Расскажите. Это шоу уникально тем, и я не говорю сейчас по методичке, как меня продюсер попросила. Скажи вот, что мы другое шоу. Это шоу уникально тем, что в рамках одной пародии за две минуты три участника соревнуются между собой. То есть один начинает петь в стиле Адель. Ты такой, о, прикольно. Потом через 30 секунд вот это ещё прикольно. А это ещё и похоже. Ещё и Мартиросян что-то накидывает потом. И прикольно, что ты потом выбираешь среди них самого похожего, даёшь свой балл, и в финале они встречаются с другими пародиями, соревнуются в рамках большого сольного номера. А я думал, ярче всех это про зубы Мартиросяна. Ну, почему нет? Слушай, Мартиросян вообще молодец, да? Он сделал шоу «Конфетка», где известные люди перепевают песни неизвестных людей. Потом сделал шоу «Ярче звёзд», где неизвестные люди... Да, люди из народа, это неизвестные. Да, неизвестные люди перепевают известные песни. Я думаю, скоро будет шоу, где неизвестные люди перепевают песни неизвестных людей. Назовёт её «Ярче конфетки» и будет дальше рубить бабло. Давайте о шоу. Чтобы все понимали, размах шоу были пародии на «Блэк Ай Пис», на «Леди Гагу». И не поверите на самого Егора Крида. Да, кстати, это была одна из самых удачных пародий. Да? Потому что мне, как кажется, кто говорит, объявили, сейчас будет Егор Крид. Думаю, а как Егора Крида спародировать, кроме как, ну, дорогими часами? Там был парень, даже запомнил, как его зовут, Юра. Я прям респектовал, говорю, Юра, ты реально очень круто показал. Потому что он в копейку показал Егора Крид. Даже вот это вот его, вот этот вот, когда в бок улыбается, и вот это. Вот это улыбка. Ну да, да, детка кровная. Там прям такой блеск, такой «цинь», а я такой «цинь» только вскрушь Макдак видел, знаешь, когда у меня нет такая глаза «цинь». И он прям «цинь», еле слышно, но слышно. «цинь», супер. То есть, знаешь, когда ты увидел столько пародий в других передачах, и ты смотришь, и тебя реально что-то удивляет. Казалось бы, Егор Крид. Казалось бы. Копейку снят. Вань, ты прекрасный пародист. Ты один из моих самых любимых пародистов. Ты мой любимый пародист. Вань, ты единственный пародист. Да. Но мало кто знает про Дашу. Даша озвучивает мультфильмы, кино, игры, навигаторы, все что угодно. Даша, можешь рассказать о себе голосом какого-то своего персонажа? Пожалуйста, хотим перевоплощение. Я думаю, каким именно персонажем вы хотите, чтобы я говорила? А спародируй Элвина и Берундуки. У меня тоже изобучили я с этим Элвином. Это звук из ноздри идет, маленький, из ноздри, маленькой ноздри. Ты сегодня пытался научиться дьявольскому смеху. Да, меня Даша учила дьявольскому смеху. Но у него получился в итоге Лев Лещенко. Говорит, сделай язык вот так. Я хотел лучше сделать шланг. Но при этом сделай его сначала, Оригин. Я всегда хотел, чтобы было... Да, ушли. Куда надо язык? Сначала нужно опустить гортань, как при зевании, чтобы он опустился максимально низко. Я тоже поучался. А я, кстати, тоже пародирую. Я тоже поучался. Теперь нужно поставить кончик языка к нижним зубам, выгнув его парусом, чтобы образовался вакуум. Илья, Илья. Ага. И теперь соединяем. Илья сейчас сам себя блеванет. А там розы. И теперь надо послать звук вперёд, так, чтобы получился вакуум. И получился низкий. И получился низкий. Нет, надо вот так. Язык сохранили. А, да. Ну, так честно. А, самое главное, вы понимаете, что сейчас делают все телезрители в стране? А, 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 а. Я домой так сегодня приду. Я думаю, я ещё и пишу. То есть, она должна... Лисан всегда кричит из коридора, там, издалека. Кто там? И я... А, 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 а. Послушайте, есть невероятные трендовые видео. Покажите, пожалуйста, вот такие вот трендовые видео. Конечно, чепуха необыкновенная. Но почему бы нам её не сделать? Даш, давайте снимать прямо сейчас. Пойдёмте, пойдёмте. Зановец! Так, у нас всё готово. Мизансцена. О, это мы будем танцевать, да? Даш, присаживайся. Мы будем дураки, которые радуются. Даш, вот тебе вот микрофон. Мы будем включать звуки, чтобы тебе было хорошо слышно. Поехали. Первый звук – звук капли, падающей в воду. Ну-ка, дай я. Прикинь, работает. Дай я, дай я, дай я. Звук, звук. Дайте звук капли. Ладно, я найду тот звук. Следующий звук я изображу. Карандаш пишет по листочку. Поехали. Поехали. Давай. Звук. Звук давайте. Ребята, следующий звук – звук баллончика. Пшик баллончика. Это невозможно сделать. Попробуем. Звук. Звук. А, мои глаза. Это браво, Даша Владина. Пойдемте обратно. На всякий случай напомню, всем людям вместе на сцене шестьсот двадцать лет. Ой, как хорошо это было. Вань, какие проекты у тебя еще есть, кроме ярче звезд? Рассказывай, ты же телевизионная звездища. Да, конечно. Ты же стендапушка моя любимая. А что у меня из проектов на ТНТ? У меня только стендап, ярче звезд. Все, сюда позвали. А концерт ты записываешь новый? Чего ж ты молчишь-то, Ванька? А, это то, о чем я тебя попросил меня спросить. Да, конечно. Да, 24 октября я в Санкт-Петербурге записываю сольный концерт под названием «Мои девочки», который посвящен, собственно говоря, «Миледи и Констанции». Вот. И этот концерт, который будет потом где-то выложен на какой-то из платформ. Мистер Реклама. А зачем ты его будешь на вокзале выкладывать? Ну, там третья, четвертая, три четверти где. Илья, не затягивай меня в своей импровизации. Пожалуйста. Я вот нахожусь с комфортом здесь. Я пытаюсь тебе помочь, чтобы тоже ты не был одинок. Ну, в итоге мы с тобой вдвоем сели в калошу на этом вокзале. Ну, что ж ты будешь делать? У тебя тоже уже какие-то события невероятные происходят. У тебя же 6 октября был день рождения. Чего ж намолчим-то? Что ж намолчим-то? 35 исполнил человеку. Илья, давай. А я-то думал. Все это за святые. Днем рождения. Спасибо. Это КД. А-ха-ха-ха-ха. Даша, мы тебя поздравляем. Спасибо, ребят. Подождите, а правильно я понимаю, вы пара? Нет. А-а-а. Ай, как кольцо зажгло. Как она это делает? Это демоническая шутка. Прижимай язык. А попробуй наоборот сделать. Послушайте, таких людей, которые особенно вдвоем собрались, которые умеют пародировать все, что угодно, не можем просто так отпускать. Смотрите, на экране будет рулетка, будут представлены персонажи. Мы включаем рандомайзер, который остановится в какой-то любой момент. И сразу надо сделать на эту тему сценку, миниатюру, веселую веселушку. Запускаем. Боярский. Есть. Михаил Боярский навигатор. Просто Михаил Боярский осваивает навигатор. Итак, построить маршрут от стадиона Зенит до магазина Мир Шляп. Построен маршрут. Магазин Шляп. Следуйте прямо, потом поверните направо. Погодите, если я на лошади. Если вы на лошади, то вы дурак. От дурака слышу. Эй! А-а-а-а! Так, давайте дальше. Я за тобой не поспеваю, Вань, сейчас. Давай помедльно. Да, раскочегаримся сейчас, подожди. Александр Масляков и персонаж аниме. Все что угодно. Масляков впервые встретился с персонажем аниме. Масляков. Я, так сказать, отпустил вожжи. Я приглашаю тебя в низшую лигу. Да. Так, запускаем. О, Владимир Познер и любой ребенок. Познер берет интервью у ребенка. А скажите, пожалуйста, сын Андрея, оказавшись, ну так, перед лицом Бога, что вы ему сказали? Я хочу выйти. Где мама? Вам нужно поменять что-то, да? Это вам нужно что-то поменять. Ты мне еще... Это очень число вас. Давайте еще. Поехали. А еще? О, Нурноль, Соборов и Алиса. Умная колонка. Умная колонка Алиса. Олеся. Шучу, 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 шучу. Ирина, шучу, шучу, шучу. Нахожу трэфь Олеся, Сибры. Алиса. В белорусском полесье, кудесница леса, Олеся. Требуется подзаряд. Требуется подзаряд. Подключение... Подключение прервано. Нурлан, я поняла. Нахожу оригами. Тысяча и одна упаковка. Хирурга. Это великолепно. Ваня Атамов, дайте мучина. Спасибо вам огромное. Ребята, все, не будем вас больше мучить. Вань, спасибо. Кайф, чистый кайф. Кайф, спасибо. Вань, забирай себе. Спасибо. Это все от меня. Молодцы. Смешно. Все. Шикарно. Все большие звезды расписываются на статуи. Пойдемте. К статуе, к статуе. На росписи. Иван Абрамов, Дарья Блокина. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы продолжаем. Скролить, серпить, лайкать, хейсить, кликать, форсить, стримить, залипать. Все это и не только можно делать на Рутюб. Ведь там множество контента на любой вкус. Различные шоу телеканалов, множество проектов собственного производства. А также эксклюзивный контент, который ты сможешь найти только на Рутюб. Рутюб. Смотри, создавай, загружай. Прямо сейчас рубрика «Голый микрофон» с Кариной Мурашкиной. И сегодня Карина отправилась на музыкальную премию «Жара». Смотрим. Ребята, всем привет. И с вами я, Мурашкина. И это «Голый микрофон». Посмотрите, где я нахожусь. Читаем вместе. Ну, «Жара» в «Медиа Эвордс». Она знала английский. Ребята, здесь сегодня будет куча звезд, куча селеб. Они все номинированы на какие-то премии. Певец года, видео года и тра-та-та и все такое. Мы с ними поболтаем, подснимем за кулисье, как здесь все проходит. Так что ждите и смотрите. Я пошла. Она надела очки, она была стрекозой. Давай топ-3. Смотри, топ-3. Смотри, поехали. Аня Асти, инстасамка, Нелета. Как тебе? Так, инстастя. 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 Да. Сколько тебе лет? 13. Забыла. Ты вообще понимаешь, что происходит? Тебе 13 лет, а ты уже номинирована. Я в 13 лет сидела в канаве, сдавала бутылки, ела изюм. Забираем звезду и ведем ее к нам. Первое, что хочется сказать. Перья шикарные, великолепные. Дресс-код соблюден, металл есть. Отлично, да. На какой номинации вы номинированы? Я сегодня в двух номинациях. Номинация первая – это видео года. С моим клипом на песню «Верни». Верни деньги, я надеюсь. Вторая номинация – это инфлюенсер года. Ничего себе. А что они только сейчас номинировали? Для меня главное, что мой труд и мои работы, они долетают до сердец. Они долетают моментально. Мы стоим с сердцем. Вот мы. Хотела сказать, вот так похож на Тину Саева. Это ты. Привет. Как ты думаешь, кто сегодня победит в премии «Певец года»? Инстасамка. Или Дима Билан. Или Дима Билан. Он не номинирован. Анечка, если бы сегодня была премия «Царица года», ее взяла бы ты. Да ладно. Покрутись. Я прошу тебя. Просто. Царица, царица. Ладно, ну что, какие-то голосования устраиваем сегодня? Да, давай выбирай. Давай самый хот-парень сегодня. Хот-парень. Так, не лето. Он хот, да. Я слышала, у него девушка. Тогда не берем. С кадра, пожалуйста. А почему я не секси-то сразу? Джарахов отлетел. Он вот так с тобой фотографировался. Поцелуемся, может быть? Поцелуемся. Поцелуемся немножко. Поцелуемся, да? Да. Дань, ну ты что такой скромный стоишь? Я подцелывал. Пиши. Опа. Это что такое у него? Это что за... Вы расстроитесь, если вы не победите. Да мы никогда не расстраиваемся. Ребят, поднимите руку, для кого они уже победители. Это твоя сестра, я твоя сестра. Мы никогда не расстраиваемся. Пожалуйста, сфотографируйте меня с этими самцами. Кто-нибудь, молю. Я вообще некрасивая лежу. Мужики! 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 Отошла. Я люблю Павела Боли. Правда? Да, я вырос на нем. Хочешь передать ему привет? Привет. Отлично. Ребят, вы номинированы на что-то? Конечно. На премию? Пара года. Пара года. Победитель? На премию пара воз. Если мы побеждаем, я уже на сцену говорю, я люблю Ассоль, смотрите шоу Воли. А я делаю сальтуху сзади. А мы ждем Джиганна, и я соблазняю его танцами. Есть момент, что он стоит и думает, вот бы пельмешек. Я бы сейчас как пельмешек бы навернул. Красота раз, красота два, красота три, красота четыре. Ребят, ну вы номинированы на что? Дуэт года, пара года и инфлюенсер года. Насколько вы верите, что вы возьмете первенство в номинации семья года? Сложно сказать, у нас этот год не был легким. Саня, Саня, снимай, Маню Покров. Сегодня в белом танце кружимся. Ань, ну что, номинирована? Нет. Пока. Так, ты номинирована у нас? Да. Сегодня, да. Моя, господи, обожаю. На какую номинацию? Краш года, естественно. С тобой в номинации есть Аня Асти? Нет, вроде бы. Ты знаешь, что у нее в один день концерт с твоим днем? Ну тогда ко мне никогда не придется. Так, ну что, вот мы и ворвались в этот зал. Все звезды сидят за столами. Они в некотором наслаждении. Номинация фрэшблат. Это что такое? Это значит, что он тут по блату? Мужики! Мужики! Поступишь, если уйдешь от него. Ставлю на девочка. Так, ну что, вот и подошел к концу мой репортаж с премией Жара Медиа Эвордс. Победители, вот. Номинации, вот. Песни, вот. Все, супер. Инфлюенсер года Оля Бузова. Ну а кто еще? Дайте потереть статуэтку один раз. Ну все, ну не быть мне инфлюенсером года. Ну ничего страшного, зато мы что? Зато мы поели, и вы поешьте, если еще не поели. А это был голый микрофон, и с вами была я, Мурашкина. Специально для шоу Волли. Увидимся, ребят. Спасибо огромное, Карина. А мы продолжаем. Московский картофель вот уже 60 лет давит нам яркие вкусы и яркие эмоции. И в честь этого праздника мы с московским картофелем придумали акцию «Пиши, Паша», главным призом которой было участие в шоу «Волли». Нам пришло огромное количество крутых и интересных вопросов, и мы с московским картофелем выбрали из них самые лучшие и пригласили авторов в студию. Встречайте победителей акции «Пиши, Паше». Здравствуйте! Представьтесь, все ваше, все ваше. Не бойтесь, можете двигаться, не бойтесь. Все уместились. Двигайтесь еще. Я вопросы не читал и не отбирал для того, чтобы этот момент получился неподготовленным. Мне, конечно, очень приятно. Я в своей передаче даю интервью. Спасибо. В каком порядке пойдем? Давайте я первая. Давайте вы первая. Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Паша, у меня такой вопрос. Совершал ли ты в своей жизни какой-то безумный поступок в рамках романтической тематики? Был у меня один поступок, который от меня сильно не зависел. На мой день рождения Лейсан мне подарила подарок. Это был прыжок с парашютом, о котором я вообще не знал. Я уже очухался, когда давал паспорт свой, понимая, что меня там что-то записывают, страхуют, что-то делают. На меня все быстро надели, провели инструктаж. И я, когда уже летел из самолета, я думал только одно. Если я выживу, я очень романтичный. Я долетел до туда, приземлился. Лейсан сказал, я так переживала. Хорошо, что я застраховала тебя от смерти. Так, кто еще? Давайте. Меня зовут Виктория Хен, я из Санкт-Петербурга. Павел, такой вопрос. Какие пять вещей вы бы взяли с собой, если бы отправились в кругосветку с рюкзаком? Если бы я отправился с Лейсан вместе, первый предмет, который бы я взял, это банковская карта. Остальные уже не так важны, все можно купить. Ну а вообще, у меня всегда собран рюкзак с пятью предметами. Это трусы, вторые трусы, носки, вторые носки и бритва на случай, если что-то из этого забудет Лейсан. Великолепно. Да, вот так, все легко и просто. Павел, вы пришли на телевидение, когда меня еще не было. Как прошел у вас первый день? Ё-моё, зачем ты заговорил об этом? А как вас зовут? Меня зовут Дарья Попова. Очень приятно. Так, какой у вас вопрос? Как прошел ваш первый день на телевидении? Давайте я начну с самого начала. Первый день на телевидении я пришел на кастинг на телеканал Муз-ТВ. Я очень волновался, ко мне подошел какой-то важный человек, продюсер сказал, молодой человек, идите в коридор, посидите там. Ждал, пока начнется кастинг, часов шесть, наверное. После этого я прошел кастинг. Мне сказали, ты великолепный, невероятный, просто классный, ты супер, приходи на кастинг на следующей неделе. Короче, с тех пор я ходил на кастинги Муз-ТВ каждую неделю в течение двух лет, наверное. После этого меня взяли, сказали, ты классный, ты очень смешной, просто у тебя такой юмор вообще. Но вот на тебе камеру, ты будешь снимать звезд, но ни в коем случае не поворачивай в свою сторону. Сказал, почему? Мне сказали, тебя нельзя показывать по телевизору, у тебя огромный отвратительный нос. И вот я здесь. Так, кто еще остался? Я еще хочу задать вопрос. Давайте, давайте вы. Паша, привет. Меня зовут Таня Буренкова, я из Москвы. У меня такой вопрос. Если бы можно было выбрать суперспособность, ты бы какой хотел обладать? Я бы очень хотел, чтобы люди забывали все, что я говорю сразу после того, как я это сказал. Я просто вот щелкнул пальцем и все забыли. Я бы до сих пор ездил бы по гастролям с первым концертом. Ничего бы не переписывал, не записывал, просто бы лупил те самые шутки. Так, кто еще? Я. Все, мужчина, напоследок. А вас зовут как? Максим Плетнев, я из Санкт-Петербурга. О, отлично. Итак, Паш, вот ты кумир очень большого количества людей. А кто твой кумир? Ты понял, как? А кто твой кумир? Не, ну на самом деле, если по кумирам пробежаться, тут даже есть вот статуэтка. Виктор Цой, Юрий Никулин, Михаил Задорнов, Джордж Карлин, известный комик. Все эти люди умерли. Получается, я фанатею от тех, кто умер. Поэтому из живых никого не буду называть, чтобы никого не сглазить. Вот так, все легко просто. Спасибо вам огромное, очень приятно с вами познакомиться. Но это еще не все. Есть подарки от московского картофеля и цветы дамам, конечно же. Спасибо. Аплодисменты финалисты. Спасибо. Ты ночной кошмар, что растаял твою труь. Я по-прежнему красива, хоть казалось, что умру. Между нами дым, слезы и горячий мозг. Пусть со мной так сложно было. Ну и ты, пацаны, про. Мне очень жаль твою новую девчонку. Я не ревную, правда, я же отпустила. Начнешь опять издалека и потихоньку. Посмотришь, что без нашей лайки закрутилось. И понеслась опять звонки у тёмни в норе. Так было сотни раз, пока я не остыл. Но ты не понял, при последнем разговоре Я поумнела или просто разумела. А ты, папара, я твоя кара, я твоя кара. Ты надеждал, где мой типаж не подкатил. Я на запало, но это вновь не я, вновь не да. Расставание, расстояние, без тебя моё состояние. Отражается в зеркале луч мостовых. Лучше получить по лицу, чем подых. Не помню, где все меня ночь носила. Кажется, умру, но ты так красива. Расставание, расстояние, я не знаю, где ты, ну а я. А ты? Папара, я твоя кара, я твоя кара. Ты надеждал, где мой типаж не подкатил. Я на запало, но это вновь не я. Ну что ж ты делаешь, ты такое? Анна Асси! Спасибо! Увидимся с вами на следующей неделе Только любовь, пока Субтитры сделал DimaTorzok